Привет! Мы с вами сейчас находимся в Медведкове, на северо-востоке Москвы. Здесь, недалеко от кольцевой дороги, около реки Яуза, также около промзоны Медведкова, частично по территории промзоны Медведкова, проходит полярная улица и полярный проезд. Улица проходит от Кольской улицы и реки Яуза до полярного проезда. Ну, а, соответственно, проезд проходит от Чернянской улицы до Полярной улицы. Ну, и улица от начала до проезда Дежнёва, от начала улицы и до проезда Дежнёва, и от широкой улицы до конца, двухсторонние движения промежутого транспорта, одной полосе в каждом направлении. Ну, а на участке от проезда Дежнёва до широкой улицы, двухсторонние движения промежутого транспорта и выделенные трамвайные полосы. Причем, двухсторонние движения по трём полосам, уже не по одной. Ну, и также ещё выделенные трамвайные полосы. То есть, тут улица очень широкая становится на этом участке, от проезда Дежнёва до широкой. Ну, и длина улицы большая, более трёх километров. До 1660 года здесь находилось подмосковное село Медведково, ну, и другие села, то есть местность была подмосковной. И в 1660 году эта местность, где сейчас проходят полярные улицы, полярный проезд, вошла в состав Москвы. И через четыре года эту улицу назвали полярной, но, очевидно, до этого её не было здесь. А назвали так, потому что она расположена на севере города, ну, фактически на северо-востоке, но всё равно направление северное, откуда как раз, в общем-то, неподалёку идут дороги в Арктику, где находится полярный круг, заполярье. Вот, ну, и это одна из многих улиц в Медведкове, название которых напоминает именно об освоении Арктики, которое происходило интенсивно в советское время, именно в первой половине 20-го века. На этой улице, ну, такая улица, в общем-то, в большей степени жилищно-социальная, хотя часть тоже проходит по промзоне Медведково. На этой улице уже довольно много новых жилых домов, но преобладает пока советские, 5, 8, 9 и 12 этажные, построенные в 60-е и 70-е годы. Ну, есть также 14-этажные, построенные в 70-е, 80-е и даже 2010-е годы, то есть довольно много тут 14-этажных, пожалуй, может быть, едва ли не большинство. Есть также 10-этажные дома по домам 14, корпус 1, построенные в 2004 году. 17-этажные дома по номерам 8, 9, корпус 2 и 54, корпуса 1 и 2, построенные в 2000-е и 2010-е годы, ну, до 2013-го года. 18-этажные построенные в 1990-2000 на годах, и 24-этажные построенные по номерам 4, корпуса 2, 16, корпус 2, 32, корпуса 2 и 3, построенные в 2000-е годы. Вот, ну, там и там такой, в принципе, новый дом здесь, это 17-этажный по номерам 9, корпус 2, и 13-этажный по номерам 13, корпус 2 построенный в 2013 году. Но самый новый дом, это от 8 до 13 этажей, потом 13, корпус 2 построенный в 2017 году, то есть буквально, наверное, чуть более года назад. Вот, ну, видите, все больше и больше тут новых домов. Ну, и по программе реновации тут снесут еще около десятка жилых домов, чуть поменьше, ну, естественно, в самом пятиэтажке, понятно, и еще больше тут построят, соответственно, новых домов. Кроме того, также на этой улице находится довольно много социальных объектов, это детские сады, школы. На пересечении Полярной улицы и улицы Молодцова находится памятник воин-победителям. Вот, фигуры, в виде фигур двух воинов-победителей в Великой Отечественной войне, солдаты изображены на форме. На фоне развернутых боевых знамен, символов победы, в руках у них оружие, поднятое вверх в знак одержанной победы. Также на улице находится универсальный центр по номер 7, корпус 2, с типографией полиграфсервис, с офисами, с складами, на двухэтажном здании бывшего детского сада, 1664 года постройки. Ну, самым главным объектом, конечно, на улице, несомненно, являлся кинотеатр Полярный, под номером 9, который был открыт в 1665 году, почти тысячи зрителей вмещал, ну и сейчас он закрыт, и хотят практически построить новые, вместо него новые многофункциональные комплексы, которые будут включать в себя в том числе и кинозалы. Вот, так что, ну, раньше это был действительно такой настоящий центр вот этого, этой улицы и вообще вот этой местности. Также на улице находятся торговые сервисные центры по номерам 10, двухэтажном здании, под номером 21, бывший торговый дом Медведкова, двухэтажный здание, 1675 года, постройки АТС, под номером 23, двухэтажное здание построено в 1666 году, но, возможно, уже тоже не используется по назначению, как часто бывает с АТС. Также есть на улице детской и взрослой поликлиники, они, в принципе, рядом находятся. В промзоне находится бывший Лосиностровский завод строительных материалов и конструкций, по которому 25 с несколькими строениями, который работал с 1934 года, вот, и, в принципе, обеспечивал кирпичом стройки Москвы и Подмосковья. Вот, ну, и не только кирпичом, так же керозидовым грабием, изделием из пластмасс, красках, всяких железобетонных материалов и так далее. Ну, сейчас его снесли не так давно, буквально, вот, пару лет назад, может быть, даже год назад в последнем строении. И тут сейчас строят жилой комплекс Полярное-25. Вот, также пока еще действует в промзоне хлебокомбинат ПЕКО, это бывший хлебозавод номер 26 или Медведковский хлебозавод, под номер 29 здания. Складской логистический комплекс Логопром Медведкова под номер 31, на бывший шарикопошипниковский завод номер 2 «Децима». Ну, а, соответственно, начал он работать в 1070 году. В 2014 году из-за пожара он, фактически, полностью сгорел. Вот, так что, тут уже только остаточки. Далее находится завод световой рекламы «Архон» под номер 31В и управление механизацией строительства под номер 31В и многочисленные автосервисы и другие всякие сторонние компании, арендаторы на территории в строении бывшего шарикопошипниковского завода номер 2. Также на территории бывшей фабрики «Военоход-3», которая выпускала товары для отдыха и спорта, рабоволонные охотники и всякие принадлежности, находится многофункциональный комплекс «Стартинг-хаус» под номер 31В строение 1. Жилая часть – это шестиэтажное здание, и, ну, помимо апартаментов жилых помещений, также в комплексе находятся офисные торговые помещения. Комплекс «Волатой» в 2015 году. Также пока еще вроде как работает кожгалантерейная фабрика «Медведково» по номер 33В, основанной была в 1972 году. Крупнейшее предприятие отрасли было в России. Она специализируется на выпуске изделий из искусственной и натуральной кожи. Ну, пускают новые сумки всякие, деловые портфели, папки, всякие ранцы, дорожные сумки. Мог все есть даже фирменный магазин от этой фабрики. Пока еще действующие предприятия. Также есть специализированные типографии для слепых по номер 33В, склады управления материально-технического и хозяйственного обеспечения ГУВД Москвы по номер 35А, первый автокомбинат имени Крауза, филиал 12-й, ну, главное находится здание на улице Мневники, а здесь филиал первого автокомбината по номер 35В здания, завод «Полимер-пленка» по номер 37, таксомоторный парк по номер 39, бизнес-центр «Полярная» 41, с несколькими строениями, это бывший московский комбинат автообслуживания, а потом компания «Автодзин», которая занималась продажей грузовых автомобилей, всяких продажей дорожестроительной, тракторной, коммунальной уборочной техники, ну, и запчастей тоже, всяких для автомобильной техники, также обслуживаю грузовые автомобили и трактора. Ну, и сейчас бизнес-центр, всякая аренда разными офисными и сервисными компаниями. Ну, а это вот, как мы видим, промзона находится по нечетной стороне, ну, а почетные, вот, всякие дома, в основном, социальные объекты на этой улице. Вот, ну, в том числе, также, помимо уже упомянутых мной, еще отмечу также православный храм-часовнистого благоверного князя Дмитрия Саддонского в сервисном Медведкове здании, по номер 34, небольшая, как кирпичная шатровая церковь, построенная в 2013 году, детский дом, еще отмечу, по номер 54, и университет «Пятерочка», по номер 56, который работает с 2010 года. Даже на улице много автостоянок, автосервисных и автотранспортных организаций, но это в основном в промзоне. Вот, что касается проезда, ну, он совсем, в принципе, небольшой, по сравнению с улицей, проходит он, в общем, по промзоне Медведкова на всем протяжении, и также вдоль гаражей и всяких автостоянок, то есть он такой, в большей степени уже неживой проезд, жилых домов здесь уже нет, в отличие от улицы. Ну, он обычно такой двухсторонний движение автомобиля транспорта, по одной полосе в каждом направлении, на его всего около одного километра, то есть более чем три раза он короче полярной улицы. Ну, а назван был бы уже довольно поздно, в 1994 году, улица в 64-м, а проезд на 30 лет попозже. Ну, понятно, по той же причине, что и улица, потому что отсюда идут дороги туда, на полярный круг. Вот, и все, что здесь находится, это лишь управление механизацией, спецмаш-монтаж, филиал спецмаш-монтажа. Вот, под номер два здания, ну, и также здесь, как я уже сказал, много гаражей и всяких автосервисных организаций тоже, в промзоне. Ну, и есть и другие объекты, но они все относятся к соседним улицам, по преимуществу к Чермянской и Полярной, между которыми вот этот проезд проходит, от Чермянской улицы до Полярной. Вот, ну, в принципе, ни на улице, ни на проезде, как вы видите, их особой достопримечательности нет. Ну, храм есть, можно посмотреть, но новый, естественно, достопримечательность, его как-то трудно назвать, в общем-то, да, он, в принципе, небольшой храм, построенный буквально лет пять назад, так что, конечно, можно посмотреть, посетить, но, наверное, мы его не сочем, как достопримечательность, что-то такое очень интересное. Ну, а все остальное, тем более, всякие промышленные предприятия, стандартные жилые дома, ну, можно посмотреть, конечно, как преображается вот эта местность тоже Медведкова, здесь все больше и больше новых домов вырастает, вот, так что, смотрите как. Значит, доехать сюда, в общем-то, на тромбах Бабушкинская, на улицу, на трамвае номер 17, автобусе на 74, вот, ну, а на проезд, даже можно от метро Алтуфио или Медведково, он немножко выше находится, ближе к лицевой дороге, вот, от Медведково или Алтуфио, на автобусе 601, троллейбусе 80, до остановки Чермянский проезд на широкой улице, вот, и дальше пешком через широкую улицу. Вот, вообще, здравствуйте, по проезду не проезжает, а по улице можно доехать на трамвае 17, да, автобусе таким еще. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.